Здравствуйте, меня зовут Андрей Каньков. Я бы вам хотел рассказать о Калмогоровских спектрах в случае слабой турбулентности. Начать свой рассказ я бы хотел с представления Андрея Николаевича Калмогорова, который является одним из авторов современной теории вероятности и который внес огромный вклад в статистические методы описания турбулентности. Начать свой рассказ я бы хотел с введением основных понятий, чтобы дальше было легче следовать моему рассказу. Значит, здесь в рамках случайных волн вводим соответствующую гармоническую зависимость для случайно двирующейся поверхности. Также вводим понятие энергии и волнового действия. Волновое действие у нас есть отношение энергии к чистоте. Что случайно? Что значит случайно движущаяся поверхность? У вас потом амплитуда А будет случайно. Это как бы спектральное представление случайной величины. Случайная форма поверхности. Да, случайная форма поверхности в конкретный данный момент. Вы разложили ее по гармоникам и амплитуды гармоник случайны. Они будут функцией времени. Да, функции времени и координации. И тоже координации? И координации. То есть, может быть квазовый амплитуд или от действительной величины? Действительной. Значит, для описания характеристик используется как пространственно-временной спектр, пространственный спектр, частотный спектр. Они получаются путем нехитрых преобразований друг к другу. Здесь я больше буду рассматривать случаи гравитационных волн на глубокой воде, которые описывают следующим дисперсионным соотношением. Из которого, подставляя вот эту омегу, мы будем получать более подробные уравнения, соответственно, для пространственно-временного спектра, пространственного спектра и частотного спектра. Также можно, если брать интеграл по телесному углу, рассматривать спектр по модулю волновых чисел. Все эти спектры, как статистические способы описания турбулентности, используются в разной литературе. Разные авторы могут использовать свои. Есть спектр, который исходный, x от омега-к, это он прямо по косинусу только берется или косинус и синусу, или он комплексный? Нет, он в общем случае комплексный. Там-то вы сказали, что а действительно и косинус, и значит там брались и синусы, и любые фазы. Ну, да нет, ну в общем случае он комплексный. Комплексный компонент. Значит, перейдем теперь к одному из наиболее важных вкладов в источник уравнения переноса, создаваемого нелинейного взаимодействия между спектральными компонентами действия. Ну, то есть, у нас, соответственно, есть уравнения переноса, о которых рассказывали предыдущие докладчики. В этом уравнении переноса, в правой его части у нас входят, соответственно, источники или стоки. Вы имеете в виду уравнения переноса, какой-то конкретной величины? Ну, да, нет, его можно записать, в частности, даже для вот этого амплитудно-частотного спектра. То есть, там будет стоять DF-PDT плюс соответствующий производный по импульсу и координате. И в правой части у нас будут соответствующие данные задачи источники. Значит, данное уравнение, оно как раз для спектральной плотности волнового действия Хассельма вывел вот такое уравнение. И можно показать, в частности, в статье, которую я изучал, в статье Захарова, было показано, что уравнение вот этого Хассельмана сохраняет полные действия, может сохранить полные действия, энергию и импульсу. Известно, что вне интегралов накачки и диссипации спектры слабой турбулентности, описанных кинетическим уравнением вот этого Хассельмана, определяются потоками сохраняющихся величин действия, энергии и импульса. А там всем было понятно обозначение дельта функции, что значит 0 плюс 1 минус 2 минус 3? Это имеется в виду здесь многоволновое взаимодействие. Это просто волновые части? Да, здесь вот под этим Т, там кроется корреляционный момент третьих и четвертых порядков, то есть это такая громоздкая структура, которую для удобства объединяет в один коэффициент. Он описывает здесь четырехволновые взаимодействия. А что такое? Я отношу один, два, три? Нет, это спектральная плотность. Спектральная плотность действия. По закону устранения, вот здесь три полные, оно как разложили по спектральным гармоникам. Он интегровал Н по ДК, и вот Н, это как раз волновые. А в левой части какой индекс может стать? А в левой части там просто ДН, ПДТ, там нет индекса. У вас есть Н1, Н2, Н0, Н3, а НПДТ, что такое Н? Это имеется в виду в полной системе спектральной плотности. То есть Н1 это Н1? Да, ну да, то есть если рассматриваем... Верните, как-то Н должно быть зависеть от Н с ноликом. Н с ноликом у вас там значение. Да, тут Саш, правильно говорить. Ну, может быть, все вот эти... Ну, значит, два Н0. Это функции от К. Значит, Н с ноликом. Н с ноликом, да, извините. А тут ДН функции стоят под интегралом. Это ДН функции от К0 плюс К1 минус К2 минус К3. Это синхронизм. Да, это просто условие с синхронизм. Здесь известно, что для развитой турбулентности, те, которые характеризуются числами Рейнольдса больше 10 в 6, распределение энергии по волновым числам у нас в некотором инерционном интервале определяется известным законом минус 5 треть. То есть, в случае сильной турбулентности у нас происходит такой каскадный процесс, где энергия передается от крупных вихрем все более и более мелко, и затем затухает, и затем переходит тепло. В случае слабой турбулентности у нас здесь, соответственно, могут сохраняться не только энергии, но и импульс, и, например, скажем, энстрофия, то есть это средний квадрат вихря. А вот ПСИ что такое? Это спектр по волновым числам. Кого? Опять вот амплитуд. Волнованный поверхность. Ну, амплитудный спектр. Соответственно, сохранение всей зависимости для спектра, для вот этих колмогоровских спектров слабой турбулентности, они могут быть получены из-за соображений размерности. Также, если мы будем удовлетворять условию сохранения потока волнового действия, то здесь для амплитудных, для спектров по волновым числам и по частотам здесь процедуры, в общем, соответствующие. Теперь пару слов. Ну, чтобы получить все эти спектры, значит, не требовалось закон минус 5 третей? Нет, закон минус 5 третей, это для сильной, для развитой. А там где лист 10 третей? Да, здесь там в ходе как раз Захаров получил этот самый закон минус 10 третей. Но вот этот закон минус 10 третей, анализ для размерности, он используется? Да, 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 он используется. Без него все остальные выражения не получены. Теперь вот как раз пару слов о применении. Когда у нас используются эти кламмагоровские спектры слабой турбулентности? Циркуляция земной атмосферы и океана, усредненная по большим пространственным масштабам, будет представлять из себя такое квазидвумерное движение, то есть кламмагоровские спектры слабой турбулентности, они применимы к описанию в общем случае таких квазидвумерных. Здесь рассматривается двумерная турбулентность. И циркуляция земной атмосферы, она характеризуется синаптическими вихрями волн Росби, более известных как циклонов и антициклонов, а также тесно связанными с ними зональными ветрами. И турбулентные движения, существующие в атмосфере, служат причиной генерации вихрей и зональных течений. Здесь в качестве основного уравнения переноса можно использовать уравнение Чарни-Обухова. Далее, если ему соответствует приведенное чуть ниже динамическое уравнение, здесь рассматривается, ну сразу, чтобы предоставить вопрос об индекс, здесь рассматривается трехволновое взаимодействие. Вот этот радиус РР, это у нас радиус РОСБИ, РОСБИ-Обухова, который сопоставим с радиусом Земли. Таким образом записывается спектральная плотность энергии, через нее выражается волновое действие. Можно ввести также... Ну а исходный П, вот в уровне Чарни-Обухова, для какой величины? Это для давления, это... Здесь П с крышечкой, это у нас обезразмеренная величина давления. Как оно связано с действием П? Да. В ответ кинетическому равнению дать шла чисто из Н, а теперь как от Н прийти к П? Ну, через волновое действие, четвертая строка. То есть для компонента. ПК-то это компонент, а надо проинтегрировать. Там для полной величины П и в первой строке, а во второй строке для полной величины Н. И, соответственно, через нормированную комплексную амплитуду можно переписать динамическое уравнение, которое будет выглядеть следующим образом. Это материал статьи «Успех физических наук», уже более нового, 2008 года. И также там приводится выражение для матричного элемента трехволнового взаимодействия. Далее там рассматриваются два основных случая. Это коротковолновая турбулентность. Ну, по результатам опытных данных установлено, что вот это волновое число по «У», где «У» у нас берется в направлении к ближайшему полюсу Земли, а «Х» запада на восток, то у нас захват, что у нас вот эти явления, которые определяются переносом вещества, вот это волновое число по «У» существенно превышает «КХ». это по опытным данным. Соответственно, используя эти приближения и подставляя их в матричный коэффициент взаимодействия, мы получаем энергетические, мы получаем спектры по волновым числам, которые у нас, вот это «ЕКХ» минус три вторых, «КИГ» минус вторых, является спектром по энергии, и который пониже, это спектр по энстрофе. То есть, квадрату вот этого вихра. Ну, в изотропном приближении у нас, если рассматривать изотропное приближение, то здесь у нас будет возникать спектры для энергии энстрофи и соответствующие показатели минус семь вторых и минус девять вторых. Также интересен случай и длинноволновой турбулентности, в которых путем аналогичных умозаключений переходим к спектрам для луновых чисел, энергии и энстрофии. Ну, еще про, что касается волнов плазмы, то там соответствующие, то есть, исторически все для вот этих колмогоровские спектры слабой турбулентности впервые были применены как раз все-таки в задачах плазмы, потому что сила Кориолеса, потому что сила Лоренса, она имеет, ну, можно провести аналогию между силой Кориолеса в замагниченной плазме и между силой Лоренса в замагниченной плазме и силой Кориолеса в атмосфере. И с помощью как раз этих колмогоровских спектров были также объяснены аномальные переносы тепла и частиц в поле, да, поперек направлению магнитного поля. Здесь это просто спектр универсальный получается. Здесь же закон дисперсии другой, по сравнению с тем, что вы говорили о полном поверхности. Испектры все другие, причем они и не затропные. Да, да, здесь другие спектры. И результат не зависит от того, какие там были грезиденты с их общего течения, да? Это же в течении все равно оно по Z по высоте проинтегрированное, но оно зависело от градиента. Нет, здесь порассматриваем случай, как бы, ну, либеротропной атмосферы. И здесь у нас, ну, больший вклад вносит именно... Просто масштабы, масштабы вот атмосферы, они много меньше масштабов вот этих зональных ветров и волн розы. Поэтому здесь этот координат как бы вырождается. У нас, ну, вообще, колмогоровские спектры слабой турбулетности, они, так скажем, имеют квазидвумерный, что ли, в отличие от сильной турбулетности, квазидвумерный. Но в какой-то задачи понятно, что все проинтегрировали по высоте, а на этом масштабе нет. Ну, это практически просто пример, как можно применить давнейшние плазменные задачи. Да, то есть это вот совсем недавняя статья 2008 года. А в плазме это все поражено. Хотя, на южной, по-моему, там закон дисперсии немножко отличается. Ну, ладно, если вопросов нет, то спасибо. Нет, вопрос можно, пожалуйста? Давай, да, Саша. Вопрос такой. Вы привели спектр слабой турбулетности и соображение разряда. Можно ли эти спектры получить как точное решение теоретического оборудования? Можно ли спектр в Калмогоровске 5-3-тей досильной турбулетности также получить как точное решение некой приближенной системы? Ну, это просто стандартный гидродинамический подход, когда все делается из-за соображений размерности. В общем случае, точное решение, насколько я знаю, получить на данный момент невозможно. Для слабой турбулетности точно можно. А вот для сильной, Саша, можете прокомментировать? А, Саша, скажи несколько слов по этому. Только сюда, сюда только. Помимо тех подходов, которые говорили докладчики, функциональный подход, метод замыкания, существует еще подход, введенный в 1962 году, Уальтер, который ввел рассмотрение так называемую диаграммную технику, которая оперирует со вторым моментом в поле скорости и с функцией глина и уравнение для навъезда Токса. Получается система двух связанных нелинейных уравнений. Полная аналогия здесь с квантовой теорией поля, где тоже самое существует система нелинейных уравнений. Проблема в том, что малого параметра в этой задаче нет. Но ты думаешь при этом и для трехмерной, и для двумерной задачи? Да. Это одна техника. Диаграммная техника обязательно с размерностью пространства. Просто в двумерном случае там появляется дополнительный интеграл движения и дополнительный спектр. Так оказывается, что проблема колмогоровского спектра была актуальна в 80-е годы прошлого столетия и в основном была продвинута благодаря группе товарищей из Новосибирска, в первую очередь Захаровым Львовом, Кузнецовым. Захаров именно предложил метаструктуризацию интеграла столкновений, которая позволяет получить точное решение и уравнение для слабой турбулентности. Оказывается, что и в теории сильной турбулентности можно приближенные, конечно, уравнения в втором порядке по взаимодействию привести к виду, который имеет вид кинетического уравнения для слабой турбулентности и тоже, используя метаструктуризацию, найти закон 5 третей как точное решение этого уравнения. Но получается кинетическое уравнение тоже по отличистке четырехволновых взаимодействий. Хотя турбулентность сильная, а вид у него такой же. Почему так получается? Нет, она не с четырехволновой, трехволновой. Тут был приведен закон, для нераспадного законной дисперсии, но существуют и другие кинетические уравнения, где интеграл-стопновения содержат не кубичные по числу частиц, а квадратичные слабаемые. И там лишаются такие... И там тоже можно для слабой турбулентности. Но это уже не Захаровский результат. Нет, Захаров сделал и для распадного законной дисперсии, и для нераспадного. То есть процедура нахождения точного решения кинетического уравнения а-ля Кафельмана, хотя можно и другие привести, она не зависит от того, и влияет спектр распадным или нераспадным, от этого зависит число интегралов столкновений. То есть число частиц сохраняется энергии, но вот еще возможны варианты, когда он даже умер на турбулентности сохраняется, и встрофе, а то, которое направлено в сторону крупных масштабов, зависит, в отличие от Колногорской. Так что в свое время ребята поработали без проблем Колногорского спектра, и в частности в свое время я тоже баловался спектрами антицентротной турбулентности и такого вида спектра для волны Росби я уже нашел где-то где-то 40 лет назад такого же типа. Все. Все, спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok